Пострадавшую в ДТП под Сызранию Алину Вагапову сегодня выписывают из больницы. В холле хирургического отделения Пироговки ее встречают родители. Долгая разлука заканчивается, и девочка возвращается домой. На пути к полному выздоровлению ее ждет амбулаторное лечение и реабилитация. Морально так тяжело, так скажем, психологически. Просто давно не видела, по-моему, сильно скучала по всем родственникам. Поэтому буду восстанавливаться. Сестра Алины, Вика, все еще на какое-то время останется в больнице. В результате столкновения в ту злополучную ночь девочка получила перелом бедра и черепно-мозговую травму. По прогнозам хирурга, Вика пробудет на лечении еще как минимум неделю. Алина обещает навещать и поддерживать ее каждый день. Сегодня выписываем двух пациенток. Алина Вагапова первая выписывает, сегодня выписывает вторая пациентка, Коноплева. Вот все с положительной динамикой, готовые находиться в домашних условиях. У Вики состояние стабильное. Я думаю, на следующей неделе уже тоже будет готово к выписке. 29 января на трассе М-5 в страшной аварии погибли 12 человек. Недалеко от села Заборовка Сызранского района пассажирский автобус столкнулся с фурой. В первые минуты после ДТП губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил задействовать санавиацию для скорейшей эвакуации пострадавших. Пациентов, жизнь и здоровье которых не вызывает опасения врачей, постепенно выписывают. Остальным продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.